Как бы тут стартовать запись надо? Так, приветствую вас, дамы и господа. У нас сегодня первый день из предположительно марафона по серии Assassin's Creed. И это всё, что я могу сказать на самом деле вам сейчас. Начнём мы, естественно, с первой части, которая, честно говоря, у меня, когда я первый раз не играю, не вызвала никакого интереса, и прошёл её после того, закончился второй, и уже по инерции интерес появился. Ну, в этот раз, может быть, не я один с такой проблемой, кстати, сталкивался, поэтому... Ты забыл условный жест рукой для антуражу. Зачем? Зачем мы что-то делать? У меня четыре, Сначер пишет. Четыре чего? А, часа, видимо. Окей. Ладно, жмём новую игру. Я забыл на полный экран сделать вот так вот. О, yeah. Кстати, если вас погромко, если что-то вдруг не устраивает, сразу мне говорите. А-а-а. Отвались, я с меня. Вот чёрт. Ну, слезу. И тебе, и тебе, и тебе, и тебе, и тебе, и тебе. Себя погромче. У нас проблема. Может, игру просто потише сделала? Я не могу закрепить его память. Надо ничего закреплять, погодися. Сделал игру потише ещё немножко. То есть я-то и так громко достаточно, я думаю. Слишком сильная психотравма. Он отторгает процедуры. Начинай откат. Какой откат? Я со времён вов эмуляторов не люблю откаты. Я попробую его стабилизировать. Сосредоточьтесь. Слушайся, мой голос. Э-э-э. А это не по-настоящему? Не толкнул вот этот. Козырный какой-то. Они не принесут вреда. Чёрт возьми, не работает. Подождите вас, Стилнон. Он приспособился. Первый раз. Ой-ой-ой-ой, как это... Я ещё не всех убил. Немедленно. Хорошо, Тесс. Мы постараемся вас вытащить. О-о-о-о! О-о-о! 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 Окей. Вы в порядке? Я говорил, что он справится. Ублюдки! Тихо, тихо. Я вам жизнь спас. Жизнь спас? Вы похитили меня. Запихнули в эту... штуку. Анимус. Это Анимус. Я даже не знаю вас. Что вы сделали со мной? У вас есть нужные нам сведения, мистер Майлс. Сведения? Я бармен, чёрт возьми! Что, вы хотели научиться смешивать мартини? Мы знаем, кто... И что вы? Не понимаю, о чём вы. У нас с вами нет времени на игры. Вы ассасин. Сам ты ассасин. Не понимаете вы это или нет, у вас есть кое-что нужно и тем, на кого я работаю. Оно скрыто у вас в голове. Но я не ассасин. Уже нет. В вашем деле указывается обратно. Говорится что-то о побеге. Очень удачно для нас. Что вам нужно? От вас делать то, что вам говорят. Всё остальное сделает Анимус. После этого вы будете свободны. Я не вернусь туда. Тогда мы погрузим вас в кому и продолжим работу. А после этого оставим умирать. Честно говоря, вы сейчас в сознании только потому, что это экономит время. Вы безумны? Так что же, мистер Майлс? Жизнь или смерть? Блажитесь. Мудрое решение. Я кстати сейчас выйти даже из игры не могу, ребят. Где я? Чтобы вам было всем интересно. Вы внутри Анимуса. Что это? Прибор, создающий трёхмерное пространство из генетической памяти. Я бы не доверял с такими глазами врачам. Что ж, придётся заняться его образованием. Что ж, начнём с простого. Что такое память, мистер Майлс? Я знаю, я знаю. Это воспоминания сегодня прошлого. Личные для человека, наблюдавшего события. Да, конечно. Но тело человека содержит не только личную память, но и воспоминания его далёких предков, то есть генетическую память. Миграция, спячка, размножение. О, какого ввода? Что мне вводить собрались? Ну чё? Что я не вижу попу. Вы спорите о терминах, мистер Майлс. Факт остаётся фактом. Животные используют знания, накопленные предками. Последние тридцать лет я пытался понять, каким образом. Я открыл удивительную вещь. Наша ДНК это так. Голоса из игры еле слышны. Не знаю, я всё хорошо слышу. Я на максимум поставил звук. Но их память. Память наших предков. Они мусоршифровывают и считывают эти файлы ДНК. Верно. Но есть сложности. Это участок памяти, нужный нам. Но когда мы пытаемся открыть его, ваш разум протестует. Вы не способны шагнуть в тело своего предка. Именно это случилось ранее. Вас выкинуло из нужного участка памяти в более стабильное состояние. Почему? Это ваше подсознание. Оно сопротивляется. Также реагируют пациенты под гипнозом, переживающие стрессовые ситуации. Они не могут перейти в основном участке. Ребята, закончат разговор, мы его увеличим, потому что сейчас невозможно меню даже открыть. Как же нам быть? Мы нашли участок памяти, в который сможем попасть. Оттуда мы двинемся вперед. Вы будете привыкать к окружению. Это самый близкий к нужному участок. С него мы и начнем. Загружаю программу обучения. Внимание. Поток дает. Ну давайте залезем. Кромкость голосов 10 из 10. Я не знаю, что у вас, какие проблемы с этим возникают. Восстановление синхронизации. Давайте я вот так вот сделаю. Себя еще тише. Так. Приветствую, объект 17. Привет. Этот обучающий режим позволит вам ознакомиться с системой управления анимуса. Следуйте указаниям. Хорошо. Шкала синхронизации показывает, насколько ваши действия совпадают с памятью вашего предка. Если вы рассинхронизируетесь, анимус вернет вас в последнюю синхронизированную точку. Сейчас вы опасно близки к рассинхронизации. Следуйте указаниям, чтобы исправить положение. Так, идешь идешь идешь. Анимус использует концепцию марионетки для управления вашим предком. Загружаю процедуру адаптации вашего тела к анимусу. Рассмотрим действия по умолчанию для системы управления. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Хорошо. хорошо ну ладно чтобы пройти через носильщиков и не уронить ничего из их груза подойдите к маркеру чтобы продолжить процесс синхронизации это флешмоб я понимаю давайте по приколу пойдем вперед так-так-так-так стойте проходите итак теперь у меня 18 бумажников 5 барситок а что такое я же прошел нет или кто-то умудрился упасть при этом или я круг сделал уронил у ля-ля прекрасно они говорят прекрасно два основных режима высокую и низкую стойки действия выполняемые в низкой стойке социально приемлемы а в высокой более агрессивны зажмите кнопку высокой стойки и посмотрите как меняется дисплей и возможности управления отлично мы продолжим синхронизацию выполнив несколько действий высокой стойки окей схватите и бросьте этого человека используя кнопку пустой руки высокой стойки хорошо вообще отлично кнопка ноги высокой стойки позволяет вам использовать спринт он помогает сбежать от солдат или догнать убегающих не сталкивайтесь с прохожими иначе вы можете потерять равновесие и упасть на землю используя спринта доберитесь до маркера быстрее соперника был один из минусов то есть первая часть нельзя пропустить обучалку никаком прекрасно могут куда ударить они чёрт анимус выдает вам различную полезную информацию значок социального статуса показывает ваш статус в обществе подробнее мы рассмотрим его позже богатый бедный этот значок появляется когда на вас смотрит воин желтый цвет означает что он спокоен или подозрителен чтобы практически одно и то же схватить воина и бросьте на леса сфокусируйтесь на цели выберите спрятанный клинок вывяжем бросить должен на леса выбрав клинок подойдите к солдату и убейте его нажав в клоску вооруженной руки сзади вас кто это сделал покажись уху пусть у воин заметил труп и его уровень изменился на встревоженный ответ значка стал красным агрессивные действия и социально неприемлемое поведение в такой ситуации приведут к нападению спровоцируйте воина спровоцируем воина обратите внимание что значок статуса поменялся на обнаружен а теперь используйте лестницу чтобы скрыться из виду за лестнице спрятаться не догонишь не догонишь я знаю что ты прячешь отлично что русская озвучка бегите за меня ни разу не слышал честно от воина в смысле в первой части игры хорошо значок статуса показывает что вы спрятались но воин вас все еще ищет подождите статус не изменится снова сыщик верно тебе стоит спрятаться в этой игре солдаты вам помогают когда правильно тебе надо спрятаться можете выйти из укрытия отлично когда они не синхронизация растет а выполнять задание становится легче вы можете прятаться в самых различных местах однако перед этим вы обязательно должны скрыться из вида а потом уже прятаться окей улала теперь познакомимся с возможностью смешиваться с толпой используя ноги в пассивном режиме вы можете притвориться монахом что вообще играл воинов не вызывая подозрений монах дойдите до маркера за войны это пакетов и кинжал за спиной абсолютно не вызывает подозрений ребята лучше защищать я конечно монах но в таком агрессивном мире полимся не полимся хорошо сейчас бы быстро хронизировали страза доступна новая возможность орлиное зрение это шестое чувство позволяет вам узнавать намерения окружающих людей кто хочет машину кто прекрасно так белая информация желтый целебийство красные солдаты и синий союзник отлично помните что эта возможность доступна только при полной синхронизации следуя кредо ассасинов вы сохраните синхронизацию кредо состоит из трех принципов первый не убивать невинных второй всегда маскироваться 3 то есть всегда вода грозу если вы рассинхронизируетесь вам нужно пережить ключевые моменты из жизни предка или действовать следуя кредо я замаскирован вы успешно завершили обучение загружается первый стабильный участок памяти но мы долго будем проходить игру если замаскирован постоянно а если не маскирован постоянно то я нарушаю принцип все должен быть другой способ этого убивать не обязательно отличное убийство удача сопутствует твоему клинку неудача мастерство наблюдая может быть чему-нибудь научишься рейнер ты что ли например как забывать обо всем чему учил нас повелитель и как бы поступил ты я бы не привлекал к нам внимание не забирал жизни невиновных я бы поступил следуя кредо ничто не истинно все позволено ты поймешь что означают эти слова не важно как но это не будет данный важен результат я разведаю путь постарайся не опозорить нас а в чем заключается наше задание брат ничего не сказал мне кроме того что участие в нем честь для меня повелитель считает тамплиеры что-то нашли под хромой горой не знаю но повелитель считает находку важной иначе он не поручил бы мне добыть ее теперь начинаем понимать почему я играл в первый раз без русской озвучки рейнер рейнер во что-то ввязался воу 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 что такое этот голос явно бы не русский ну ладно должен замаскироваться или нет как он сделал вы видели как он напрыгнул здесь должно быть это ковчег это ковчег завета не будь глупцом его не существует это всего лишь легенда тогда что это тихо кто-то идет нам нужно миновать ворота до рассвета чем скорее мы его получим тем скорее сможем получи велосипеды давайте получим его робер де сабле его жизнь моя нет нам поручили забрать сокровища а робера убить лишь в случае крайней необходимости он стоит у нас на пути это необходимо благоразумие альтаир нет трусость этот человек наш враг и у нас есть возможность покончить с ним ты уже нарушил два правила кратко и собираешься нарушить третье не подвергай риску братства я выше тебя как по званию так и по мастерству не тебе обсуждать мои решения окей хм ха 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 ладно пойдемте дальше тогда я забыл есть вообще способы какие-то помимо очевидного спуститься вниз и навалять им мне кажется нет я даже я даже бегать не могу поэтому какой уж что говорить про то что лазит маскировка что эти тамплеры не у вас одних здесь дело теперь я понимаю куда пропал мой человек и что же вам нужно вот только стой спокойно кровь нет она о о ты ввязался в то чего тебе не понять ассасин я пощужу тебя но лишь за тем чтобы ты вернулся к своему хозяину и передал святая земля потеряно для него навсегда бегите пока не поздно если останетесь здесь вы все умрете солдаты к оружию убить ассасинов не давайте меня не будем трогать куча моих друзей из которых можно я забыл он бегает по стенке или нет нет не бегает это не принц так побежали побежали с поздних версиях они уже сделали прыжок с захватом в 1 июня вот все вручную приходится бы залазить потихоньку переход к более позднему участку памяти ok а это и ты вернулся продюсер рад видеть тебя невредимым задание прошло успешно повелители в башне да да как всегда зарылся в книге похоже ждет тебя спасибо брать покоя и мир альтаир и тебе также адъютант я слышу жду когда рейн расскажет эти слова все свои из трейфа в этой игре еще нормального нет чтобы моментально менять направление бега к сожалению но тем не менее как бы начало положила всей цепочки игры поэтому залезть полюбоваться пейзажами что он делает давайте опять же мы фотоемся с глазами правда у нас проблемы а кстати я понял где у меня камера находится надо ее бы убрать может быть с компаса то она мешается наверное маши и в левый угол поставить как вы думаете то есть там где нас выбор оружия это потому что он без разницы на самом деле да нет ребят как вам посередине но посередине будет посередине персонаж у нас будет любом случае поэтому я не уверен что посередине хорошая тем давайте лучше в правый угол поставлю уру в левый вы правый лучше сделаем вот так вот ну а мы самое самое оно даже можно ее поднять чтобы они как бы были вровень а ну смотрю а ну да даже селектор по-моему не вылазит так и теперь мое любимое одержанное оружие нет не оно а точно тут же тут же метательные ножи альтернативная атака или нет что я забыл то есть этот кинжал одновременно используется с метательными ножами а как его его снова тоюзать ладно разберемся потом ничего себе он точно я точно интересно куда это да ладно ни разу не интересно по моему надо же он вернулся а босс где остальные ты всех обогнал чтобы быть первым знаю ты не любишь делиться славой молчание знак согласия тебе что делать нечего у меня сообщение от повелителя он ждет тебя пафос мы станем спиной к нему и лучше поторопись тебе сейчас нужно вылизывать ему башмаки еще одно слово и я что мы сказали дай окей повелитель ждет чего прикажете мой повелитель повелитель подойди расскажи о своем задании полагаю ты добыл сокровища тамплиеров возникли сложности повелитель робер де сабле был не один дело прошла как мы ожидали наше умение приспосабливаться делает нас сильными на этот раз его было недостаточно то есть я подвел вас сокровища потеряно робер сбежал именно так все и произошло я послал тебя моего лучшего человека на задание важнее которого еще у нас не было а ты возвращаешься с одними извинениями я молчать ни единого слова такого я тебя не ждал надо собрать новый отряд я клянусь что найду его я пойду и нет не пойдешь ты сделал достаточно я пойду может быть где маленький когда мертвы нет не мертвы сейчас исправим это ну-ка повернись мали я выжил а твой брат пал из-за тебя пробер вытянул меня из комнаты я не мог вернуться ничего не мог сделать потому что ты не слушал меня всего этого можно было избежать а мой брат мой брат был бы жив твою неумение чуть не стоило нам победы черт я достал то чего не смог добыть ваш любимчик вот возьми на похоже что я вернулся не только с сокровищем повелитель нас атакует ставок обложили мать и аф он ищет битвы хорошо мы дадим ему бой сообщи остальным пусть крепость подготовиться что же для тебя это не наш разговор придется отложить ступай в деревню уничтожь захватчиков напавших на наш дом будет сделано перемотка на более поздний участок о господи что такое альтаир хорошо что ты пришел нужно твоя помощь слава богу ты пришел не напали на деревню большинству селян удалось сбежать но не всем что от меня требуется отвлеки рыцарей займи их пока я буду спасать тех кто угодил в ловушку хорошо без проблем вообще теперь нагляну кулаки медать ножи меч или на кулаках будем всех валить давайте попробуем на кулаках ради прикола он сам достал меч и ничего не мог сделать я нашел его вот он ему оторваться от вас вау оооо ты мой к тебе не уйти думаешь сможешь убежать от меня не потеряйте его кулаками уж очень долго как то капец как долго правление позабыл давно ой это были нахи кажется нет чтобы обойти он шустрый это будет долго я по привычке просто из поздних версий уже использую как бы боевую систему очень пытаюсь ее делал тут же она совершенно другая была еще прекратите битву и возвращайтесь мы ся приказ альму алима а нам чуть его тоже валить наверно перенотка на более поздний участок памяти от кого он бежит альтаир сюда альму али мы еще не закончим куда мы идем мы приготовили сюрприз для наших гостей делай все то же что и я скоро ты все поймешь чертов дурак совсем выжил из ума что ты сказал мне там а 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 что за болван а а а а а а а Еридик, верни то, что украл у меня Ты не получишь этого, Робер Убирайся отсюда, пока твои оставшиеся люди еще целы Ты ведешь опасную игру Уверяю тебя, это не игра Да будет так! Привезти заложника Они неправильно используют заложников Ваша деревня разрушена, а запасы не безграничны Сколько тебе еще нужно времени, чтобы твои люди взбунтовались От того, что колодцы пересохли, а еда закончилась Мои люди не боятся смерти, Робер Они рады ей и награде, что она несет Хорошо, смерть они и получат Иди за мной и отбрось сомнения Я сто раз так делаю Пусть этот рыцарь увидит, что в нас нет страха К богу Моя нога! Моя нога! Что ж, сено так мало положили, да? Тихо, тамплиеры услышат Я останусь с ним и помогу Дальше пойдешь один Фак Моя нога! Моя нога! Лучше бы, правда, было анимус, мне бы так было попроще управлять персонажем Как-то те, кто играли в четвертую часть, там как раз они, да? Обыграли эту тему, что Абстерго Индестриз на самом деле Абстерго Интертеймент теперь Который делает компьютерные игры Ну или фильмы интерактивные, что-то там, вроде Забыл уже Забыл уже Назад, воины! Назад! Казалось, лучше бы назвал вперед Ты помог нам дать отпор Роберу Его силы разбиты, и он еще долго не посмеет беспокоить нас Скажи мне, ты понимаешь, почему сейчас ты добился успеха? Нет Ты слушал Но если бы ты слушал тогда, в храме Соломона Всего этого можно было бы избежать Я поступал как приказано Нет, ты поступал так, как тебе хотелось Малик все рассказал мне Ты свернул с нашего пути Что вы делаете? У нас есть закон Нас не было бы, если бы мы не подчинялись кредо ассасинов Три простых правила, которые ты забыл Но я напомнил Надо мне в рот пихать ничего Первое и главное Не позволяй клинку поразить невиновного Я знаю И не позволяй себе говорить, пока я не спрошу тебя Если ты знаешь это правило Почему ты убил того старика в храме? Он был невиновен И не должен был умереть Твоя наглость не знает границ Найди в своем сердце смирение дитя Иначе я вырву его голыми руками Второе правило дает нам нашу силу Скрывайся на виду у всех Стань незаметным Одним из толпы Помнишь? Нам не рассказали, что ты выдал себя Привлек к себе внимание До того, как нанес удар И третье И последнее правило Нарушив его Ты совершил самый страшный поступок Никогда не подставлять под удар братство Нельзя причинять вред братству своими действиями Но то, что ты сказал Поставило нас всех под угрозу И что еще хуже Ты привел врагов В наш дом Все, кого мы потеряли сегодня На твоей совести Мне жаль Поверь Но я не потерплю предательства Где письма вскрывают Я не предатель Твои действия говорят о другом Ты не оставляешь мне выбора Мир над тобою, Альтаир А, почему ниже пояса там Блин, господи Как больно Надо было Хотя бы в живот, что ли Он приспосабливается намного лучше Чем все остальные Я все еще вытаскиваю его Он пробыл там слишком долго Подожди Мы слишком далеко от того Что нам нужно Рисковать нельзя Как насчет еще часа или двух Почему бы нам не обсудить это в конференц-зале Дадим Дезмонту размять ночь Мама Я не понимаю зачем Уоррен, пожалуйста Хорошо По любым себе пейзажем Хмм Ты же не хочешь Законить Я знаю Это же случай Техни полосы Мне не нравится Что ты споришь со мной На глазах у пленника Это мы не знаем Мы же тоже говорили Но я достаточно Удан, чтобы не спорить Ты же не хочешь Закончить как Лейла Я знаю Что-то случай Тех переполошил И поэтому у нас нет Времени возиться с ним Если ты будешь Нажимать Нам и так приходится смотреть Всю эту беспоместную чушь Угу Я сделаю что смогу Угу Идти бы мы не при делах Быстро Разрешаемся на место Быстро Надеюсь они там будут сидеть А, черт они выходят Нет Беги В интернет Срочно Не хочет он садиться туда Давай в стул Видимо это позже Я уже забыл Можно было действительно туда садиться Оп Спирались На сегодня всё мистер Майлз Сейчас вы вернетесь в комнату И отдохнете Мы можем ее заблочить Интересно И что теперь Аттттттттттттт Как ваши дела Ну, смотрите, мои глаза здесь. Алло. Скромная какая. Да господи, да я выйду отсюда. Чёрт, они заперли дверь. Что же делать? Дьявол, даже не переодеться. Какой минимализм тогда будет. Просыпаться и видеть, что вы стоите надо мной, немного жутковато. Хорошо, что только он стоит. Или как я сплю? Мы всегда наблюдаем за вами. Поднимайтесь. У нас много работы. Кого же мне придётся убить сегодня? Я думаю, обойдёмся без надменности. Ваши предки шли почти верным путём, мистер Майлз. Если смерть нескольких злых людей может спасти тысячи, это лишь малая жертва. Почему почти верным? Они зашли недостаточно далеко. Приведу аналогию. Коррупция словно рак. Если вырезать метастазы, но не тронуть источник, то ты всего лишь оттянешь время. А излечение можно добиться лишь систематическими мерами. Химиотерапия, Дамас. Обучение. А вернее, переобучение. Но это нелегко. И не всегда работает. Дайте догадаюсь. У вас есть идея получше. Что же это? Ха-ха-ха. Так я вам и сказал. Ну, хорошо бы да. Так, мы, кстати, забыли. Я забыл, что когда мы спим... Когда мы спим, идёт реклама. Так, мы сломали. Хм. Нашенька. Мы готовы начать. Выберите участок памяти для загрузки. Окей. Чтобы победить в схватке с несколькими врагами, используйте контр. Да, вот давайте вспомним контр. Я жив, но вы ударили меня. Я чувствовал дыхание смерти. Ты видел то, что хотел показать тебе я. А потом ты спал сном мертвеца, сном младенца в чреве, чтобы переродиться и проснуться. Для чего? Ты помнишь, Аль-Таир? Ради чего сражаются ассасины? Ради мира. Во всём. Да. Во всём. Недостаточно остановить насилие человека над человеком. Мир должен быть и внутри людей. Не бывает одного без другого. Так сказано. Так и есть. Но ты, сын мой, не обрёл внутреннего мира. Это проявляется в твоей грубости и самоуверенности. Разве не вы сказали, что ничто не истина и всё позволено? Ты не понимаешь, что означает эта фраза. Её смысл не в том, что ты можешь делать всё, что вздумается. Это знание, которое направляет нас. Оно требует мудрости, которой тебе не хватает. Так что же будет со мной? Можно было бы убить тебя за то, что произошло. Малик считает, что это справедливо. Твоя жизнь. За жизнь братьев. Но так бы мы потеряли время и твой талант. Сейчас ты лишён всех приберегий и своего звания. Ты вновь стал новичком. Ребёнком. Как в тот день, когда впервые пришёл в Шортен. Я предлагаю тебе искупить вину. Заслужить путь назад в ряды братства. Вы что-то задумали? Ты должен доказать, что помнишь, как быть настоящим ассасином. Хотите, чтобы я забрал жизнь? Нет. Пока нет. Для начала ты вновь станешь простым учеником. Но зачем мне это? Твои цели за тебя выслеживали другие. Но с этого дня ты сам будешь искать их. Как скажете. Именно. Итак, что я должен сделать? Нас предали. Кто-то помогал Роберу Дособлее. Кто-то из нас. Ты должен найти его и привезти ко мне для допроса. Что вы знаете о предателе? Я рассказал всё, что мне известно. Остальное твоя задача. Окей, наконец-то. Мы можем бежать куда-то. Больно, блин. Потерянная способность схватить за стоп. Потерянная способность. Потерянная способность. Короче, всё плохо. Всё мы потеряли. Всё, что можно. Оружие. Нет. Вот. Короче, минус всё. Хотя я тебя запомнил. Как угорелый. Ну ещё бы, если так носиться. Куда он пошёл? Вы помните? Я не знаю. Зимой, когда в младших глазах учились. У вас не было такой темы? Толкучки. Ладно. Мир и покоя, Аль-Таир. Ты на моём пути. Да. Аль-Муалим попросил меня напомнить тебе, как мы выслеживаем жертву. Я знаю, как это делается. Возможно. Но у меня приказ. Тогда поскорей. Ассасины используют несколько методов поиска. Знаю. Мы можем подслушивать, красть или выбивать сведения силой. Именно так. Значит, я должен выявить предателя, используя эти методы? Да. Начни с деревенского рынка. Спасибо, Кэп. Там мы заметили его в первый раз. Ты знаешь, кто это? Возможно. Тогда скажи мне имя и мы закончим. Нет. Так не получится. Ступай. И помни. Начни поиски с деревенского рынка. Что это с ним? Ох! Он должен прекратить это медячество. Я хочу перепрыгнуть их в кого-нибудь, нормально. О, красиво как получилось. Сейчас должно получилось. Ой, нет, не получилось. Надо все озвучки уникальные открыть. Я монах. Но я же монах. Какого черта вы на меня смотрели? Ай, ладно. Я точно видел. Масун открыл ворота. Он впустил тамплиеров. Расскажи об этом Альму Алиму. Нет, Масун действовал не один. Кто-то в крепости помог ему. Откуда ты знаешь? Он обменивается с кем-то письмами. Их переносит корзинщик. Это не причина молчать. Ах, корзинщик принес ему письмо прямо перед атакой. Думаю, открыть ворота ему приказали. Тогда поговори с корзинщиком и выяснишь, с кем переписывается Масун. Он пропал. Прячется, чтобы избежать расспросов. Ха, не начал одной из своих же корзин. Бра. Смешно, да? Куда он пошел? Какая вам к черту разница? Что-то всем, ребята, узнать, куда я иду. Почему он несется, как угорелый? Кажется, за ним он нашел. Наверное, опаздываю. Да, я опаздываю. Пожалуйста, хоть одну. Мы все потеряли во время нападения, и нам негде хранить зерно. Я... я сейчас не могу. Я занят. Из-за письма? Какого письма? Какого письма? Кого, что ты получил, когда я пришла? Плохие новости? Сейчас. Не понимаю, о чем ты. Синематично камерах это. Но сейчас мне нужно побыть одному. Приходи потом. Как скажешь. Как красит, е-мое. Ой. Я забываю, когда... Что ешь? А, вот. Ну, я же ее езжал. Какого черта? А-а-а. Как было? Ой, нет. Что он делает? Ладно, придется круг навернуть, по-моему, чтобы он ресетнулся, если я правильно помню. Вот он. В этом проблема, что иногда забываешь, какие клавиши надо сжать с этим системой переключения. Как они, лоу-профайл, по-моему, и хай-профайл называется. Ну, ладно, давай. Где толпа? Толпам не нужна толпа, чтобы скрыться с толпой. Отлично, отлично. Я тебя укратываю, укратываю. Вот и все. Ой. Я себя вообще не вижу. А вот у меня. Скоро вам всем откроется истина, что заимно выжила дома. Пороги между этим миром и новым, где мы все сможем жить, как равные. Но такие, как Альму Алим, стремятся разрушить мечту. Сегодняшняя атака была первой из многих, что последует, если мы вместе не поднимемся против безумца из Масиафа. Остановим его ложь. Приседеть за оратором на уединенное место, да, вообще без проблем. Здесь музыка вам хорошо слышна. Могу еще громче ее сделать, кстати. Давайте преследуем, покрышим его. Давайте сейчас я на него напрыгну. Э-э-э, давайте. Могу еще. Могу. Хватит. Я скажу. Я скажу. Говори поскорее. Мне не нужны твои игры. Почему ты предал нас? Кому ты служишь? Мы служим тамплиером. Они сражаются за право и дело. Мы? Джамаль. Он рассказал мне об их замысле и приказал открыть ворота. Ты предал нас. Нас. Назвавших тебя братом и укрывших от бед. Я сделал то, что считал нужным. И я не боюсь умереть за правое дело. Не мне решать твою судьбу. Это сделает Аль Муалим. Перемотка на более поздний участок памяти. Тебя обвиняют в том, что ты предал братство и открыл дорогу врагу. Как ты ответишь на эти обвинения? Не отрицаю. Я горд тем, что сделал. И жалею лишь, что мы не добились успеха. Я предлагаю тебе покаяться. Отречься от зла в твоем сердце. В моем сердце лишь истина. Мне не в чем каяться. Тогда ты умрешь. Ты справился, Альтаир. И заслужил право вновь носить клинок. Грязный мне клинок. Да, чистый, нормальный. Что будет с тем, который ему помогал? Увидим. Кто-то предает из невежества и страха. Таких людей можно спасти. Более же других искажено. Их разум отравлен и испорчен. Таких нужно уничтожать. Скоро мы узнаем, к какому типу относился Джамаль. Я прошел испытание. Что дальше? Прошел. Дитя мое, мы только начали. У меня есть список. В нем девять имен. Девять человек, которые должны умереть. Они как чума. Они разжигают войну. Своей властью они отравляют землю. Из-за них продолжаются крестовые походы. Ты убьешь их. И посеешь семена мира. Как в стране, так и в самом себе. И так тем более в самом себе. Врачи в общем. Девять жизней в обмен на мою. Думаю, это щедрое предложение. У тебя есть вопросы? Один. С кого начинать? Отправляйся в Дамаск. Найди торговца на черном рынке по имени Тамир. Он станет первой жертвой. Когда прибудешь в город, найди местное бюро братства. Я пошлю голубя, чтобы сообщить Рафику о твоем прибытии. Поговори с ним. Увидишь, он тебе поможет. Если это необходимо. Да. Ты не можешь приступить к заданию без его разрешения. Что? Мне не нужно ничье разрешение. Это потеря времени. Это цена, которую ты платишь за свои ошибки. Ты отвечаешь не только передо мной, но и перед всем братством. Хорошо. Собери снаряжение и иди. Докажи, что не потерян для нас. Доедешься. Почти скрытый клинок. Только я палец себе уже отрубил, как видите, один. Нету. Не могу пользоваться теперь некоторыми устройствами. Мне кажется, давайте откликаться. че так не забавляю эту тему че с пальцем скрытый клинок же он открывается и ну ладно это детали альтаир похоже мои ученики не вполне понимают как нужно обращаться с клинком может ты покажешь им я тоже не вполне понимаю что сказать удерживайте кнопка 1 для отражения так это защитная стойка понял теперь ты куда ты идешь дурак нажмите кнопку 0 для атаки затем нажмите кнопку еще раз как только я же вы сделал даже ничего себе давай 1 2 1 нажмите кнопку 0 для затем еще раз как только меч коснется врага нет а вот как работа мастера то есть не как только коснется все-таки уже когда вот разить получается вот так ученики мы должны сражаться я должен умереть за свои комбо убийствовать посмотрим за свои грехи нажмите для атаки затем нажмите еще раз как только меч коснется врага это есть комбо убийств великолепно давайте для закрепления еще раз вот так ученики мы должны сражаться понимаю у тебя много дел вообще куча дел он должно быть бежит от кого-то ну-ка стой он забегает ну-ка что на него нашла как не крути вас все нападе удобную не знаю я все-таки привык к мышке уже давно мы смогу нормально в чем безумия просто лез на крышу и 7 где-нибудь вообще близко или нет на фига о прикол наверное о прикол наверное куда он так спешит лошадь не погоди мне черная не нужна как я прозвучал видимо не совсем правильно что мне черная не нужна я я единственная тема что который мне не нравится в первой части что принудительно надо путешествовать между локациями на лошадь я понимаю еще когда в первый раз да туда переезжаешь куда-нибудь но каждый раз туда бегать туда-сюда надо и давить когда не пострел потом уже сделали получше стало по-моему я именно тоже пострелал через за канал не обязательно как бы мышкой если у вас закончились вы можете взять новые тут есть быстро приметала на серьезно в первой части вот это я дал а мне казалось что не было их точка обзора помоги ему аллах он обезумел с точкой обзора не синхронизироваться не знаешь что такое поэтому очень приятно а в поздних версиях он бы допрыгнул отсюда туда прикиньте что крайне конечно по мне реалистично сразу закрывается серьезно прохождение скорее всего будет если народ будет смотреть то почему нет правда я не обещаю что прям буду на все вышки залазить синхронизироваться все искать наш это увеличивает очень сильно время прохождения как бы а учитывая что я уже проходил полностью все части то мне просто интереснее вспомнить как бы сюжет по большей части тебе конец не дайте ему уйти это я на лошади ребята мне не догоните вы че думали ну прикиньте это на каждую эту блин лезть как-то и принципе мне хватает от этого силуэта для того чтобы ориентироваться реактивация реактивация вауу дайте я про очень делаю даже так лошадь из чипит естества я и ты откуда взялась я поймаю не отставать отвалите от меня быстрей быстрей я дикие вот люди вера так я туда вообще выбирал у меня от 2 конца метра там флаг конечно успокойтесь уже кошмар какой-то вот сдался им человек который просто на лошади скачет быстро да он скачет ну что нет времени постоянно медленно ходить хотя может быть запрещено закону на лошади скакать у них там может монахом запрещено скакать на лошади я черт знаю как у них там было устроено если вас обнаружили во время битвы используйте свободный бег спринт и прыжки через торговые прилавки сразу увидите да уже сколько вышек на которые надо залезть раз два три 4 5 6 7 8 9 10 12 как минимум ну красиво что поделать там уже донимают какого-то человека а я могу вот так спасти помощь помогите кто-нибудь ты не что жажда все на помощь помогите кто-нибудь лошадь и чего не слайд от меня лошадь даже полки в колеса ставит спасибо сынок хотел бы я чтобы мои дети были такими же храбрыми я расскажу ему эту историю чтобы они поняли что значит быть героем день есть ну а как же быть героем ну ладно ты правда очень мудр раз решил обратиться ко мне флешмоб где лучше товары у меня а лошади интересно пустят или нет надо к жалобной смотреть смотрите видимо не пустят ну все как бы я зашел вообще в город не ваши услуги не мне вы можете пожелать аллах с нами подходите подходите большая распродажа пожалуйста хватит дороги мне больно мы делаем что он только я я я со мной а тебе не я а господи как я я же учил у у есть мнение что иногда она в серии все таки последним он рубит с первого раза лучше не рисковать я поспешу домой и еще долго не буду высвавывать оттуда носа вы были очень добры молодой человек и будьте уверены я этого никогда не забуду что случилось что случилось интересно что здесь произошло давайте лучше более здесь все что нужно надежным способом и а у и 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 Это пьяный человек что-то рассказывает, какие-то истории интересные. Итак, задание информатора, бюро ассасинов, кража. Давайте поваруем что-нибудь немножко. Тут есть вот эти второстепенные, типа, точки обзора или спасти горожанина, но нафиг надо. Лучше воровать. Воруй, убивай. Лучше там тебе нигде не найти. Так, как туда попасть? Смерть и ужас не слуха не дам. Один скачет им навстречу. Смотрите, вы остались довольны. Зачем он это делает? Здесь найдешь все, что тебе нужно, друг. Абсолютно все. Добрый день, дорогой друг. Если я чем-то могу тебе помочь, пожалуйста, не стесняйся. Я к твоим услугам. Ты все понял? Да. Доставить письмо вашему другу-торговцу. Ты знаешь, кого искать? Того же, кого я всегда. Не вздумай выдать мое присутствие в городе. У нас много глаз. Много ушей. Дай много рук, чтобы затыкать тех, кто много болтает. Я все это знаю. Даю слово. Ты коврами торгуешь. И побыстрее. У нас мало времени. Хотя это, наверное, прибыльное бизнес. Это правильное место. Нет лучше торговца, чем я. Тебе нигде не найти товар лучше, уверяю тебя. Я монах, я монах. Обошел кучу торговцев и не дошел ничего нужного? Я монах. Надеюсь, такого не случится. Окей. Это было проще, чем... Ой, торжки, не могу, ребята. Может, хватит уже? Если Ричард захватит Япу, его уже не осторожен. Я только его знал. Он войдет в Иерусалим. Купи что-нибудь. Ну, купи. У меня денег нет. А я не могу, да, пока? Шайтан, да, такой. Шайтан такой. Грязный воришка, увидишь тебя, трубят руки. На помощь, помогите. Умри, вор. Интересно, убивает. Умри, вор. Мир и покой тебя, Альтайюр. Полагаю, ты ищешь информацию о Тамире? Боюсь, мне нечем тебе помочь. Но Бахир может что-то знать. Он должен быть где-то поблизости. Где-то поблизости, а где? Отстань от меня, я ничего не сделала. Вор, грязный вор. Видимо, туда где-то надо бежать сюда. Помогите. Ты смеешь красть у меня на глазах. За это ты поплатишь судьбы. Что-то понравилось. Подходите. Эти грязи. Так они послали тебя? Интересный выбор. Да, за базаром следи. Да, за базаром следи. Пилей, который у нас... Угу. Хорошо. Ну, давайте сначала загоняю в бюро. Огонь войны пожирает землю. Огонь войны пожирает землю. Все плохо, короче. Фу. Вор! Грязный вор! Сколько уж развелось тут. Ворье сплошное. Делайте же что-нибудь. Сюда, на помощь. Ты смеешь красть у меня на глазах. За это ты поплатишь со жизнью. Ты смеешь красть у меня на глазах. За это ты поплатишь со жизнью. Сюда, на помощь. Умри, вор. Что это с ним? Отойди. Пусть ты меня. Только попробуй. Ты заплатишь за свои грехи. Они не должны играть, так кто... Эй, эй. Там нас спалили. Убегай, дурак. Что ты могла случиться? Ну, уходи. Ту-ту-ту-ту-ту. Фу. Бедняга. Что случилось? Будь просто. Христианский город. Кто видел, что здесь было? Вообще ничего не видел. Аль-Таир, рад видеть тебя, невредимым. Я тебя тоже, друг. Извини за неприятности. Забудь об этом. Некоторые братья были здесь до тебя. О, если бы ты слышал, что они говорили. Я думаю, ты убил бы их на месте. Все в порядке. Да, ты никогда не был сторонником Креда, правда? Все сказал. Прости, я иногда забываюсь. Что привело тебя в Дамаск? Человек по имени Тамир. Аль-Муалима волнует его деятельность. Я должен пресечь ее. Где его искать? Ну, мы снова начинаем дергаться. Полагаю, ты узнал о своем враге все, что нужно. Да, вот что я узнал. Тамир заправляет рынком Аль-Силаах. Он зарабатывает на продаже оружия и доспехов. В его деле много людей. Кузнецы, торговцы, финансисты. Он здесь главный торговец смертью. Ты нашел способ избавить нас от этой чумы. У него назначена встреча на его рынке. Обсуждение важной сделки. Говорят, что самое важное в его жизни. Он будет занят своей работой. Тогда я и нападу на него. Твой план кажется надежным. Я отпускаю тебя. Отпускай меня. Выполни поручение Аль-Муалима. Можешь отдохнуть перед заданием. Друзья, отдохнем перед заданием? Как? Перемотка на более поздний участок памяти. Контрольная точка. Да ладно, серьезно. Думаю, немножко жарко. Я, пожалуйста, окно открыл. Погодите, ребята. Запарюсь. Так, сидите. Уп. Уп. Теперь главное не замерзнуть, потому что теперь холодно. Погнали. Погнали. Друзья, шайтан всюду вокруг нас. Правда, очень смотрит нас и ждет. Искушает нас. Будьте сильными. Теперь нигде не надевару лучше. Увидеть. 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 Где ты? Увидеть. Увидеть. Смотри-ка, что он делает. Что он делает? Ты ж паркур. Так, где наша цель-то? Подайте пару монеток. Пожалуйста, господин, подайте. Хоть что-нибудь для больной и нищенки. Я хочу есть. Я так голодна. Подайте хоть чуть-чуть. Пару монет. Я прошу всего лишь пару монет. Умоляю вас, господин. Всего пару монеток. Нет, умоляю, не уходите. Подайте пару монеток. Да успокойся, это там. Где наша цель? Подайте пару монеток. Вы не понимаете, у меня совсем ничего нет. Я даже не могу прыгать теперь. Что за бред? Умоляю вас, господин. Всего пару монеток. Нет, умоляю, не уходите. Подайте пару монеток. Игру заглючила, что ли, или что? А. Взгляните сюда. Меня не интересуют твои расчеты. Цифры ничего не изменят. Твои люди не выполнили заказ, и из-за тебя я подвел клиента. Нам нужно время. Так говорят лентяи или неумелые. Ты из таких? Нет. А факты говорят иначе. Вот скажи, как ты собираешься разрешить это затруднение? Оружие мне нужно немедленно. Я не знаю. Люди работают день и ночь. Но ваш клиент требует слишком много. И вести все очень сложный маршрут. Лучше бы ты оружие ковал так же быстро, как куёшь свои оправдания. Я сделал, что мог. Этого мало. Значит, вы просите много. Много? Я дал тебе все. Без меня ты бы все еще был жалким заклинателем змей. Все, что я прошу, вовремя вы злобняйте кафе. А ты говоришь, что я прошу многого. Ты смеешь оскорблять меня? Нет, Тамир, я не хотел. Надо было прикусить свой язык. Нет, хватит. Хватит? Ха! Да я только начал! Нет, нет! А, ой! А, ой! Ай! Краснее, бжед. Явился на мой рынок. Торговал с моими людьми. Твой рынок. Мой район. Ты смел оскорбить меня? Ты готов бить. Должен снять свое место! Нет. Оставь здесь. Это будет вам всем уроком. Дважды подумайте, прежде чем говорить, что чего-то не можете. А теперь за работу. Воу-воу-воу, как и так. Как так вообще произошло? Я хотел его красиво убить, а что-то получилось в итоге. Я специально подкатывался сзади, а потом я ощутился вообще в другом месте. Чего за бред. Ты сделал странный выбор, не кажется? Почему меня? Когда многие делают тоже. Значит, ты считаешь себя особенным? Это так. Потому что моя цель выше, чем просто деньги. Как и у моих братьев. Братьев? Братьев братьев. Он думает, я в деле один. Я лишь часть дела. Со своей частью работы. Скоро ты узнаешь об остальных. Им не понравится то, что ты сделал. Отлично. Уже предвкушаю их смерть. Столько гордости. Она погубит тебя, дитя. С этим эффектом зератулы переборщили, по-моему, немножко. Так, я залезу здесь. Надеюсь, что залезу. Как мы его... Действительно, как вы меня... Меня видят, да? Так вот, черт. Бегите, значит, что... Я не заплатил. Эй, ты! Да ты! Подходи, подходи! Быстрые какие. Ну, во второй части, по-моему, они уже начали шарить, что, типа, могут прятаться люди. А тут им пофиг почему-то. Подходи! Подходи! Посмотри, мой корак! Как твоим усилом! Спускайся. Оп, молодец. Ужас несут они нам. Салат один. Скачет им навстречу, дабы остановить их. Что-то понравилось? Ммм! Ммм! Вор! Грязный вор! Тут грязных воров развивалось. Он сошел с вами. Добрый день, дорогой друг. Если я чем-то могу тебе побывать. Подходите, посмотрите на мои товары. Вы глазам своим не бойся. Помогите! У нее просто лапы. У нее не убьют, не переживайте. Ужас, наверное, и глядя. Ужас, наверное, и глядя. Ужас, наверное, и глядя. Она ждет тебя! Подходи, подходи! Как твоим усилом войны пожирает землю и тысячи полетли, защищая свой дом. Трагедия, скажете вы, но я говорю... Ха! До меня дошли известия о твоей победе, Аль-Таир. Прими мою благодарность. Спасибо. Жаль, что остальные до сих пор не относятся к тебе с должным уважением. Рафик, мне все равно, что думают обо мне другие. Как скажешь, Аль-Таир, тебе нужно рассказать все Аль-Му-Алиму. Я уверен, что у него есть для тебя новая работа. Перемотка на более поздний участок памяти. Возвращайтесь к Аль-Му-Алиму. Отлично. Допустим, я хочу вернуться. Если я пытаюсь понять, как вы мне сказали, быстро путешествовать, как работает-то. Если он вообще работает. Мне кажется, потому что он не работает. Как-то не толстовка, а маскируется. Вылезайте, мистер Майлз. Я же маскируюсь. В чем дело, док? Мисс Стилман настаивает, что вам нужен отдых. Мы отдыхать будем вместе с Мисс Стилман или нет? Не скажите мне, кто засунул шило ему в задницу? У нас сроки неделя. Уже шесть дней. Сроки? Мне нельзя говорить. Встаньте на мое место. Меня удерживает в запертий группа ученых и заставляет целыми днями лежать в какой-то машине. Вы не говорите, что вы ищете и для чего. А я должен быть благодарен за то, что вы сохраняете мне жизнь. Ребята, это полное дерьмо. Иначе не назовешь. И что вы от меня хотите? Хм, подумаем. Не знаю. Может, ответов на вопросы? Не могу. И так лучше. Безопаснее. Для кого? Для нас обоих. Ну и не очень-то и хотелось. Компьютер по-прежнему не работает. Одна заставка. Компьютер по-прежнему не работает. И так понял, время рекламы. Мы легли спать. Интересно, кто у нас сегодня спонсор. Идемте, мистер Майлз, времени мало Хм Да, мы за безопасные вопросы правильно подметили в чатике Главное, чтобы было безопасно спрашивать Где Люся? Не волнуйтесь, скоро она присоединится Зачем все это так? Чего вы хотите добиться? Блочим, 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 блочим Считайте газеты Никогда таким не интересовался Тогда я вам дам краткую сводку Мир в дерьме Это печальное зрелище Сами смотрите Со времен вашего предка прошла тысячи лет А общество осталось все таким же варварским Все таким же глупым А ваша цель? Порядок, мистер Майлз Миру нужен порядок Это наша цель И вы помогаете нам достичь ее Вы думаете, я поверю, что вы строите светлое будущее? Именно этим мы и занимаемся Человечеству нужна уверенность Люди хотят знать, для чего они здесь И что им делать И мы ответим на их вопросы Когда люди поймут, как им жить Все станет намного лучше Лучше? Конец всем войнам Большим и маленьким Нет ли ваша цель, ассасины? Мир во всем? Я говорил, что я не ассасин Ну да, конечно Я все еще не понимаю, при чем здесь я? А у тебя бок мигает Потерпение, мистер Майлз Со временем вы поймете Или не поймете Мне все равно Главное, чтобы вы показали, где оно Где что? Извините, я поздала Мы готовы? Мы готовы Мир Стиллман Я вас блочу Если вас обнаружили Сбежать будет легче Убив нескольких преследов Да ладно Отлично, Альтаир Уверен У тебя впереди Полоса успеха Тамир говорил Так, будто хорошо знает вас Он говорил О каком-то большом значении Значение имеет Не само действие А то, как И когда оно производится И какие последствия порождает Что мне еще нужно знать? Альтаир Самую большую ошибку ты совершил Потому что знал Слишком много Если я чего-то не говорю тебе То лишь за тем Чтобы ты Не ошибся снова Понимаю Нет, не понимаешь И не поймешь Пока не усвоишь урок Тем не менее Ты справился с заданием Я повышаю тебя в звании И возвращаю часть снаряжения Альтаир А теперь Отправляйся в Акро Или Иерусалим В этих городах Живут люди О которых ты должен позаботиться Бедные что-ли? Начальники бюро расскажут Что нужно сделать Побери, бери, кинжал, бери Полученная способность Быстро убийство Вот, давайте потренируемся Быстро убивать А по поводу того, что я в толстовке И вообще, как бы У меня окно открыто Я на улице зима Он кого-нибудь премьется У-у-у Я уступлю тебе дорогу Больше так не делай Это еще зачем Фу, у вас было не очень ладно Пойдем отсюда Должно быть в глубине Поехали, что ли Давай Давай Все, я вспомнил, как это делается Давай, нападай Работа мастера Вот так ученики Мы должны сражаться Сейчас ты умрешь Ты моя любимая Понимаю, у тебя много дел Вообще Кому он убегает? Почему же он бежит, как угорелый? Чего-то он так коробится Ну стоять Постой ты Господи Здесь это совершенно ни к чему И я ни к чему Наверное Опаздываю Так, где тут есть все-таки Фастрел или нет Ребята Мне кажется, что нет просто Я не помню в первой части Фастрел вообще О, как мне повезло Научится горловому пению Он сошел с ума? Я человек-паук Все-таки любопытный В этом мире Куда он пошел Куда он бежит Наверное, я опаздываю Ой-ой-ой О, полегче Да Если вас обнаружили Резко поворачивайте И забирай Ну он не договорил уже Что мне делать Если меня обнаружили Итак Либо в Акру Либо в Иерусалим Давайте по-моему В Паул Фаид пойдем, что ли Да Да А он убегает Он с тобой А что я себе скажу Что у вас с L4 нет лошади Я проходил С L4 уже Я знаю, что там нет Не удивили Скажем так Гоу все флаги собирать Хавка Это Тустая рота времени Она ничего не дает Абсолютно Давно же там какая-нибудь Ачивка будет Ну, по-моему, тут нету ачивок В стиме, по крайней мере Поехал в Сокол Когда он так нужен Так, надеюсь, мой внутренний навигатор правильно мне говорит Куда идти И тут и есть дорога Вроде да Просто по правой стороне Сейчас идти надо будет Стоит 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 Я, кажется, не туда повернул Стоит Хотя Реактивация Что они все агрессионные на лошади бегут В чем проблема Или мы, типа, заклятые враги И, как бы, если я бегу на лошади Значит, я убил точно кого-то из них Им это не нравится Понятно не имею Если у вас закончились ножи Вы можете взять новые в Массиафе Или украсть их у бандитов Окей Я бы лучше их купил, конечно Язычник, ты заплатишь на все Че? Язычник, теперь все умные Вольные, что ли? Я отсеку тебе голову Толкнуть еще раз Ааа Там наркоманы какие-то Вот он, сюда, за ним Он просто так не уйдет О, он раздревел Язычник, тумиршник Че? Убер, тихо, тебе голову Ты мне шляпы Ты мне шляпы Ты мне шляпы Ты мне шляпы Я Я Хьюстон, у нас проблемы Я Я Я Я Поймаю тебя Это допустим Я Я Я Я Я Я Я Я Я Ты мне шляпы 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 все равно попадешься офига себе он приедет нормально да ты что то что то что то несешь что ты о чем вообще так нам что нам надо вообще мне нужны деньги, я бедная, голодная и больная следи за рукой вы не понимаете, я неченка, господин, мне нужны деньги вон там, не отдыхай следи за собой не убивай меня, пожалуйста, на помощь у него действительно есть повод так себя бести прекрати, ты делаешь мне больно интересно, что он такой, ну-ка погодите думаешь, сможешь меня одолеть не смеешь крах меня в ротах, за это ты поплатишься в ротах, за это ты поплатишься жизнью актуал актуал мишка ништяк ты запоминай как озвучивается эта фраза актуал это отучит тебя края это больно в мае это отучит тебя кроме вас пойдем что обезумел Ты смеешь красть у меня на глазах? За это ты поплатишься жизнью. Неужели никто мне не поможет? Странно, никогда раньше не видел ничего подобного. Ты смеешь красть у меня на глазах? За это ты поплатишься жизнью. Прекрати, ты делаешь мне больно. Я монах. Грязный вор, тебе не следует стоять здесь, уходи. Это больно, ты стань. Твоё присутствие меня раздражает. Что такое? Девушки не боюсь, ты бишь, можешь убежать от меня. Не добрым человеком. Я должен ист opening. Тебе не верю. Девушки не укрепутся. Лежите. Лежите меня. да ладно но я расскажу своим братьям что ты наш друг мне братья не интересно все страсти у тебя есть хорошо он сам ударился видели и так что нам надо я так понял пока мы первую вышку не синхронизируем ничего не произойдет поэтому давайте уйди монах нетолерантные что больно то видел что здесь произошло поэтому покосил же миллион людей отвалят меня он должно быть бежит от кого-то умоляю вас господин его пару монет попробуй меня догонять тоже сказал скрытный скрытно убьем этого человека я ни в чем не виноват зачем ты делаешь это на помощь помогите кто-нибудь уходи смотрите старик сейчас заплачет пожалуйста хватит мне что больно а это и правда забавно ну собственно в этом и минус первой части что очень однообразную она будет проходить практически вся то есть как я уже говорил я ее проходил после второй то есть потому что загорелся после прохождения второй и я уже тогда полностью все обладил здесь так что там ссылки даешь нет никаких форстов не будет по крайней мере не со мной так вы не понимаете я не ищенко господин мне нужны деньги мне нужны деньги я бедная голодная и больная нет умоляю не уходи слышал про алина лучник что патрулирует восточное крыло у этого бедняги брат поймал стрелу в горло боюсь он и ночи не протянет как алин вообще может сейчас работать он часто ходит брату я прикрываю его когда могу но сейчас ты не там нет есть семейные дела которыми надо заняться будем надеяться доктор не узнает о его отсутствии не узнает если ты не проболтаешься не бойся я буду держать рот на замке нашли время место где обсуждать скрип ты голодная и больная ты не можешь меня догнать как же ты жалок я так ну что если не 16 требуется расследовать чтобы открыть то есть еще какие-то расследования давайте просто крайне точки открываем зачем ты делаешь это что больно почему он так спешит тут глупец жалкий глупец ух флаг вы не понимаете я нищенко господин мне нужны деньги всем нужны деньги зачем он это делает у ищу флаг а о чем он только думает вы говорите что народ ему безразличен он должен прекратить это ребячество не правда один этот одаренный человек сможет помочь многим у него здесь сюда нельзя уходи жители акры кто за меня сказал гарньер дэноплуз хороший человек он желает лишь добра он не изменит данным клятве служить и защищать парву монет никто не сравнится с великолепным хирургом предводителем госпитальеров гарнедэ на плузу net равных так вот так нужны заря zeggen окей а yes о привет язычник тебе умрешь я его вижу поймаю тебя зол я глупенький какие-то ребята попались кинь резы он ушел чашки телеакры внимайте горни дэна плюс хороший человек так это надо избить его что да данным клятве служить и защищать предводителем госпиталь и гарни да на плузу нет равных вы говорите что народ ему безразличие я не хочу хренили что язычник ты заплатишь за все а где наш убийца тебе конечно давайте по-хорошему допросить надо козлинат козлят сюда или может должен был подождать пока он идет куда-то туда вставай ты меч сводишь да а а а госпиталь на помощь что случилось о боже говори где деньги блин он же он плотный твой мать я не хочу умирать что жители агры внимайте это хороший человек он желает лишь добра он не изменит данной им клятве служить хорошо что случилось с этим бедолагой никто не сравнится с великолепным хирургом предводителем госпитальеров мысли о соли нет равных скоро друзья мои скоро добрый 8 человек положу не упускайте надежды он один а нуждающихся так много он работает не покладая рук и это занимает немало времени о боже что случилось кто мог сделать такое убийца на свободе о боже что здесь произошло что произошло нет угля и не уходите подайте пару монет пару монет я прошу всего лишь пару монет пожалуйста господин подайте моя семья на краю гибели подайте хоть немного вы не понимаете я нищенко господин мне нужны деньги смотрите если ничего не говорить я натвержен сам по себе на помощь он убьет меня кто нибудь помогите он хочет убить меня на помощь на помощь он убьет меня кто нибудь помогите ты просто так не уйдешь на помощь на помощь на помощь он убьет меня кто нибудь помогите кто нибудь помогите пожалуйста на помощь может в этом переулке его надо уже отмутнуть здесь обычно они уже одни должны как бы на помощь я хочу есть я так и одна подойди хоть чуть чуть не упой меня пожалуйста на помощь только не назад иди только не назад и подайте пару монет мне нужны деньги я бедная голодная и больная как-то я могу вот прям тут на площади но где этот проклятый язычник который сделал это кто это сделал где тот кто заварил эту кашу уже не буду отвечать ладно видимо все-таки в том переулке потому что он только туда идет подозрения вообще никаких нет да это монах значит мечом за тобой снова ты у тебя волосы такие шикарные шампунь спустил саму тузин ребят я не могу ждать так что ты хочешь драться смеешься смеешься нет не убивай меня я сделаю все что ты хочешь ты служишь гарния он он заставляет меня делать это чтобы люди не бунтовали чтобы верили в него и желали его помощи скажи мне все что ты о нем знаешь да конечно я знаю что там внутри что он на самом деле тела продолжая больными и ранеными они не входят они ими становятся в его руках только когда начинается боль он не врач он дикий больной человек больной люди он там делает но они так кричат это надо прекратить пока он не погубил еще больше людей ты остановишь его поэтому ты еще жив он осторожен нужно выбрать подходящий момент когда он занимается пациентами то не замечает ничего вокруг забывается в работе вот тогда и атакуй благодарю за информацию ты отпустишь меня если бы я мог валим сердечный прижим пока чего они дерутся у тебя не уйти спешил тактикс ребята не обращает внимание и дайте ему оторваться от вас грязный вор теперь тебе точно отрубят руки не смеешь красть у меня на глазах странно никогда раньше не видел ничего подобного кто нибудь на помощь грязный вор теперь тебе точно отрубят руки круто и сиди в норе что ты минулась а кто морд а кто морд грязный вор теперь тебе точно отрубят руки люди что делаются так и где грязный вор ты вот здесь сюда кто нибудь на помощь умри вор ты умрешь здесь и сейчас это добром не кончится это было сложно глупец ты не понимаешь что уже проиграл у а это да а ж отлично ракурс из кустов а а но здесь теперь можно валить от себя это место вообще пара монет если не видит сообщение стимовского а это наш птичка сказала мне что ты придешь это же наш мастер заказал убийство гарнеды на пузы гроссмейстера рыцари госпитальеров да я уже решил когда и как его убить тогда расскажи мне что ты узнал он живет и работает в больнице ордена на северо-западе говорят что там творятся какие-то зверства реально альмуалинс ему нравится ставить эксперименты на людях многие жители иерусалима похищенные привезены сюда не глупо он избегает подозрений здесь похищая людей в другом городе вернемся к делу каков твой план гарния почти не покидает свою комнату в больнице но иногда выходит осмотреть пациент мы снова приседаем во время такого обхода я и нанесу удар вижу ты обдумал свой план я отпускаю тебя очисти этот город и может этим ты искупишь свою вину ты можешь отдохнуть здесь пока не будешь готов перемотка на более поздний участок памяти так вот и гарния когда он будет осматривать пациента в это время он отрешен от меда окей а мне его шампу не так нравились по губам в смысле везла и естественно и ведет победе сперва бакли а скоро и что заставляет его делать это жизнь хм 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 давайте ещё не вмешиваться уже ты делаешь мне больно хм 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 унижай хм 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 это же охрана оК хм хм я вовсе не собираю что это с ним приключилось я отворачиваюсь не не отворачиваюсь ты видел такое раньше мне не доводилось вы не понимаете я не ищенка господин мне нужны деньги ой 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 ты умрешь здесь я тебя догоню о чёрт я ж тебя странно что на крики вообще никто не сбежал ты больные что ли ты точно туда пришёл вообще так много то вниз точно сначала спуститься хотя можно Кто нас увидел? А вон он Когда ты мертв это трудно сделать Так, ну там вроде сено где-то было, нет? Кто из них? Нет Почему? Нет 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 я не уверен правда что так это следует исполнять это он где хирурта а вот он он идет он и тела черный план просил тебя вернуть его а не убивать все будет хорошо дай мне твою руку и трогай меня опять прогони свой страх иначе я не смогу помочь помочь как ты помог остальным ты забрал их души я видел я видел но не мою не мущество вернут руки же мою ты не получишь возьми себя в руки думаешь мне приятно я хочу сделать тебе больно но ты не оставляешь мне выбора подкрепляй добрые слова ударами все это ложь и обман он будет доволен только если все склонятся перед ним не стоило этого говорить верните его в палату я приду как только обойду остальные сейчас снова сбегу не убежишь сломайте ему ноги обе мне так жаль сын мой вам что нечем заняться ну вот окей как мы себя чувствуем он на меня накинулся вы видели себя время меня ждет покой да вечный сон зовет меня а перед тем как закрыть глаза что станет с моими детьми ты хотел сказать людьми которым пришлось пережить твои эксперименты они вернутся домой домой но куда в канализацию публичные дома тюрьмы откуда мы их вытащили вытащили против их воли да но у них не было никакой воли ты правда настолько наивен ты унимаешь плачущего ребенка только потому что он ноет папа я хочу поиграть с огнем что ты ответишь да конечно но пощется он по твоей вине это не детям это взрослые мужчины и женщины телом возможно но не разумом я лечил именно разум заметь без артефакта который ты у нас украл мои успехи шли куда медленнее но были травы микстуры и вытяжки моя стража доказательства они были безумцами пока я не нашел их и не освободил из тюрьмы собственного разума и без меня они снова станут безумцами ты правда верил что помогаешь я не верил в это я это знал назвали ясно на выход там же нет нет а вы как видимо закрыли давай думаешь сможешь меня одолеть и до чего они берут непонятно ничего короче запад а 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 еще они все испугались теперь делал это чертов был я ж помню как я заходил сюда все-таки помехи проблема этого города я тебя на глазах за это ты поплатишься жизнью руки убежал в другой район города умри вор будь и сильными горожане оставайтесь крепкими теперь это точно отрубят руки грязный вор теперь тебе точно отрубят руки твое присутствие меня грязный вор теперь тебе не приятный лишь богу известно что задумаете ужас да 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 ладно спасибо что спас меня незнакомец я расскажу своему мужу о твоей храбрости интересно что смесь камеры случилось меня же еще ищут я забыл совершенно не под я выпущу тебе кишки поймаю тебя зачем я это дело в общем нет абсолютно не необходимо дать я смотрю куда я бегу лучше залезть наверх до чего надо похоже он куда-то очень спешит ты мог покалечить меня учить быть осталось так то есть внутри уже задание получается выполнили гарнии мертв гарнии следующем бутылы реаль тогда возвращайся в масяф и доложи о своей победе я хотел спросить тогда спрашивай или ты хочешь чтобы я читал мысли как ты думаешь что ему было нужно от этих людей он бы продолжил на них свои эксперименты ты должен действовать они спрашивать альтаир важно не что он делал и почему а то что он мертв но похоже он верил что помогал этим людям а это ли ты видел нет то что я видел не было храмом здоровья скорее боли тогда почему мы ведем этот разговор я я не знаю забудь об этом уже забыл перемотка на более поздний участок памяти а кто мне говорил что тут фастрел то есть не могу вспомнить то есть вот нам три да и еще вот шесть надо сделать причем из них судя по всему два бонусные да 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 пожалуйста мотайте помнить если у вас закончились ножи вы можете взять новые в масяфе и лег есть новости о это кто такой гарнирдена плюс мертв отлично впрочем иного результаты я и не ждал и все же доктор утверждал что занимается благим делом и на самом деле его пленники были благодарны ему не все но достаточно чтобы задаться вопросом как ему удавалось сделать из врагов друзей вожди всегда найдут способ подчинить себе других это и делает их вождями когда слов недостаточно в ход идут деньги когда не помогают и они используются угрозы обман и прочее существует растение альтаир травы из далеких краев лишающие людей разума наслаждение ими дарующиеся так велико что с их помощью можно поработить человека вы считаете что эти люди были одурманены да если все было так как ты описываешь травы странный метод управления наши враги обвиняют меня в том же обещание рая они думают что это сад в котором вас ждут женщины и удовольствие что я одурманиваю вас и сулю вам райское блаженство они не знают правды как и должно быть но если бы они знали что мы всего лишь хотим мира то они бы не боялись нас и мы бы не справились с ними ступай продолжай работу ты вновь повышен в звании и тебе возвращена еще часть снаряжения мы поговорим когда погибнет следующая жертва так нам добавили ножи в суде по всему или броньку получено оружие медательные ножи получена способность толчок и можете тренироваться в два давайте скажите зачем он это делает дурак совсем выжил из ума так мы успеем еще интересно до 8 дураками одну миссию сделать или нет дураками так кричат ну давайте толкнем кого-нибудь что это вот болван что на него нашло почему он носится он точно наверное почему он так торопится ну я не хитрый вода выворачиваются что происходит что ты делаешь я я ребят серьезно не заметил по малому радиусу заходил так так варвар по моему второму диабу по ушины доставалась трубок постоянно так делало а а а Вы можете использовать Незаметные убийства Чтобы отвлекать вас Незаметные убийства А, ну ножами разве что По-другому, по-моему, не очень незаметны Так Давайте в Иерусалим И закончим на Иерусалиме Блин, я бы музыку включил Но я тебе записи забаню Эх С тобой очень в тему пошло Которая New Order Confusion Может и у себя включить, кстати, ее сейчас New Order Confusion Третья часть Ну, собственно, на мысли в чатике реагирую А у меня так Она более-менее, она играбельная Я там даже входил в тридцатку топ-торговцев какое-то время по миру Те, кто провел караваны Но потом мне надоело этим заниматься Потому что что за бред играть в игру про астасинов И только сделать, чтобы караваны отправлять туда-сюда Вот Мне четвертое разочаровало В плане, что корабли здоровы, но Помимо них мне ничего интересного там не нашлось А, ну вот, собственно Тут, наверное, поднимемся К другую точку Какие грехи, я на лошади скачу просто Что, все помешались, помешались на это Тут реально больные люди какие-то Так, я, похоже, не туда повернул Разворачивайся Там, мне, вот туда надо Бурда! Буторавна! Не несете Кеннель, халки да нет, ему конец Блин, я сегодня, наверное, даже принцип я все пересмотрю Киношка, в смысле, она, конечно, так себе не была Убейте его! Убейте его! Убейте его! Убейте его! Ребят, в очередь записывайтесь Убейте, убейте 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 Хватите Ты не можешь Не дай ему уйти Так, чё-то вот Чё-то так Недалеко не продумывался Так, собирается Он Убейте Убейте Стрина Летят Сейчас налево, да Надо Здесь Дорога налево Будете Убейте Убейте recept Вот же Я же Здесь где вход к господи там пларки давайте не дайте ему уйти давай Я уступлю! Запарил Запарил Я бегаю! Я уступил по кругу или я должен был вот весь этот путь по верху как-то проделать что-ли зачем вообще вести себя так просто как туда залезть не могу понять или вот тут как-то можно пройти моя лошадь чем проблемы а он лучник или не нагрится так вон там вроде в горах что-то есть какая-то или мне кажется как-то я туда приехал да наверно правда опа вот надолго застрянем садись на лошадь садись на лошадь а мамбите кайбет если вы создали волнение разумно будет какой волнение создал что а лошадь то моя где изверги где моя лошадь а вот у нас ближайшая давайте вот на эту сядем только не стреляйте ничем я смотрю козлина где ты кто-то сделал а 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 и а а и а а и а и и и нам стреляет узелай быстрее где же заход а теперь мы узнаем или все-таки надо было по контуру а под какая скорее всего я же синхронизировался о господи вот она как нужно нужно сено он я вижу почему если вы сорветесь карабкаясь хватаетесь я хватался я я жал уже это не моя лошадь где моя лошадь нет неверному понятно ладно хрен с вами и на это лошадь и так я правильно скачу да но это здесь должен что-то не добежал в прошлый раз просто окей здесь я не полез не догоните что-то не а игра по-моему повисла походу не только игра что такое программа assassin's creed game не работает тогда мы с вами прощаемся до завтра предположительно скорее всего может быть не до завтра может завтра будет dead space мы закончим с банибуром и впоследствии мы продолжим прохождение репрохождение серии assassin's creed это фейл сейчас все сейвы потрутся хорошо бы нет потому что я считаю это будет правда обидно вот всем спасибо за внимание увидимся как-нибудь еще в следующий раз пока 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 пока